Санатория Казахстана «Обнаружили вместо нефти горячую минеральную воду. Целебное свойство воды очень хорошее, слабо минерализованное. Она в основном в данное время эффект желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также есть очищение кровеносных сосудов из токсинов и шлаков всяких». Чистый воздух, целебные свойства, воды и лечебные процедуры привлекают сюда не только казахстанцев, но и туристов из дальнего и ближнего зарубежья. Это супружеская пара из Алматы. В санаторий на лечение приезжает регулярно. «Позапрошлым годом нас уговорили друзья поехать в Карловары. Мы поехали. Там, знаете, питание, обслуга, все красиво, но вода у нас лучше. Нет, процедуры у нас самые лучшие. А там сказали, идите в поликлинику, очищение там будет делать. А здесь все процедуры». «В советское время ездили в Весентуки, ездили в Железноводск, потому что мы не стенили свое. А когда уже возможно было, один раз приехали, больше мы никуда не поедем». А это знаменитый курорт Чехии, расположенный в месте слияния рек Тепла и Огржа на высоте 300 метров над уровнем моря. На юге Словаков лес, окруженный горами. В самом центре целебные источники. Сюда приезжали поправить здоровье Гёте, Бетховен, Петр Первый, Тургенев, Кавка и Гагарин. Сегодня курорт ежегодно принимает до 50 тысяч человек. Чтобы поднять уровень санатория Сарагаш до такого международного, областное управление архитектуры Акима Сарагашского района разработали совместный проект курорта по аналогу знаменитых Карловых вар. «Главная дорога жизни, от Шымкент-16 трассы заезжаем, там уже сейчас идет работа по расширению улицы». Проект предполагает расширить имеющуюся площадь, увеличить количество санаториев, создать единый архитектурный ансамбль. На территории курорта предусмотрены развлекательные заведения, аквапарк, велодорожки, два искусственных озера и поле для игры в гольф. «Укрупненные есть технико-экономическое обоснование. Но сперва надо, чтобы развить, нужно инфраструктуру вести. Сейчас на данном этапе построили мост через реку Келес, новый мост построили. Дальше уже хотят очистное сооружение заново сделать, канализационное очистное сооружение». К слову, проект предусматривает и внедрение зеленых технологий с использованием солнечных панелей. Уже начались работы по расширению дорог, возведен новый мост через реку Келес. Проектом уже интересуются инвесторы и вполне возможно, что в ближайшем будущем санаторий «Сарагаш» выйдет на новый уровень международных стандартов.